В чем сила Российской Федерации? В том, что у нас есть ядерное оружие. Это самая главная сила, потому что если бы этого ядерного оружия не было, с нами бы разговаривали уже совершенно по-другому. Это абсолютно точно. И именно это позволяет нам оставаться одним из ведущих игроков на глобальной арене. Американцы, что бы они ни говорили по нашему поводу, что мы региональная держава, что вообще нас не надо всерьез воспринимать, тем не менее мы остаемся единственным государством, которое может уничтожить США в военном противостоянии. Или, по крайней мере, нанести ему непоправимые уроны. Поэтому американцы, как бы они ни крутились, все равно вынуждены с этим считаться. Американцы, помимо этого глобального расклада развести Европу с Россией, переориентировать Европу на себя, заставить ее в ущерб себе принимать санкции и в том числе повлиять на российскую экономику, помимо этого они преследуют тактический и цель влияния на внутриполитическую ситуацию в России по двум совершенно простым направлениям. Скажем, по их мнению, санкции, во-первых, должны подвигнуть российский бизнес к тому, чтобы этот бизнес стал давить на Кремль. И, во-вторых, должна охочиться жизнь обывателя в связи с этими санкциями. Обыватель должен активнее выходить на разные болотные площади и тоже давить на Кремль и требовать от него, чтобы он не ругался с Западом и вообще, может быть, потом бы вообще поменять режим в Кремле. Вот их логика. И, собственно, если вы спрашиваете о цветных революциях, это как раз укладывается в эти технологии. Сработает это или нет? Ну, на мой взгляд, пока не срабатывает. И мне кажется, всё-таки такой перспективы прямого срабатывания нет. Почему? Потому что, как не были губительны все эти 23 года постсоветского развития в плане опорочивания идей патриотизма, тем не менее, как мы видим, в критической ситуации скорее мы наблюдаем консолидацию российского общества, чем усиление какого-то внутреннего противостояния. Конечно, это возможно пока на фоне сохранения относительно высокого уровня благосостояния. И, тем не менее, на мой взгляд, вот такие методы не проходят, они не работают. На мой взгляд, сказав о том, что не существует угроза суверенитету Российской Федерации, Владимир Путин, в том числе, на мой взгляд, немножко охладил вот этот градус полемики насчёт Третьей мировой войны. Потому что в последнее время очень много стало разговоров, что мы на пороге Третьей мировой войны, что всё Третья мировая война неизбежна, да она уже идёт, и вообще всё сейчас накроется медным тазом. Я в данном случае вернусь к тому, с чего я начал. Пока у России есть возможность нанести адекватный ответный удар, на мой взгляд, Третьей мировой войны не будет. И мне кажется, Путин, в общем, так или иначе, в этом смысле успокоил и общественное мнение, и тех, кто, так сказать, сильно возбуждён. И последнее, да, он, да, действительно, Запад не консолидирован, и тем не менее, и тем не менее, из открытой части, так сказать, выступления Путина, мы делаем вывод, что всё-таки основной угрозой, по сути, на сегодняшний день Российской Федерации является расширение блока НАТО. О никаких других угрозах Путин, по сути, не говорил. И это тоже важно. И мне кажется, это тоже, так сказать, некий не очень приятный сигнал для Запада. Запад пытается сейчас во главе с американцами с помощью Украины возродить вот эту риторику холодной войны, потому что НАТО долго искало смысл жизни. После распада Советского Союза НАТО всё искало смысл жизни. Зачем НАТО жить? То какие-то террористы, то давай с Аль-Каидой бороться. И тут вдруг они вот обрадовались, опять Россия, опять можно, так сказать, на ней зубы поточить. Но что ж, если вы, так сказать, хотите так ставить вопрос, ну тогда мы тоже, так сказать, можем пересмотреть в этом направлении свои приоритеты. Хотя очевидно, что, на мой взгляд, всё-таки искренним стремлением Российской Федерации является не конфронтация с Западом, а, по крайней мере, сотрудничество в области экономики и партнёрства при соблюдении, естественно, национальных интересов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...